Ребята, всем привет! Всем приветища, ребят! Как ваши делища? У нас таки чего? Да, у нас нормально. Кто новенький, рассказываем вам. Вы на канале Герасим Шерп. Наш канал рассказывает о путешествиях на вездеходах. По России это коп, рыбалка, меньшей степени охота. Ну, в общем, приключения на одно место. Также, если вы интересуетесь подбором для себя вездехода, либо думаете, какой вездеход приобретать, связывайтесь с нами, мы вам расскажем, подскажем. Мы это делаем не с красивых проспектов. Мы этим живем и сами постоянно используем вездеходы. Сегодня мы выехали в сторону Рязани. Будет коп. Что еще будет, мы прям, ну, не знаем. Ни один из наших выездов, ребята, не запланирован заранее. Мы примерно понимаем, что будет, вот, будет коп, а что будет еще, неизвестно. Мишаня уже доделал свой кит-комплект. Ну, увезли в Жуков гараж, там его покрасят, сделают проводку, поставят лебедку, защиту поставят там, да? Да, защиту поставят. Ну, в общем, какой-то такой минимальный набор тюнинга основного, который... необходимо иметь вездеходу, чтобы он безопасно вас по всяким разным местам катал. Да, хотели еще багажник сделать, но говорят, на багажнике очередь, там просто 7 или 8 багажников надо им лепить, и не успевают. А нам уже надо куда-то ехать в путешествие, поэтому мы его поставим чуть попозже. Не знаем, что будет. Я надеюсь, будет интересно и познавательно, и, наконец-то, мы найдем свой склад золотых монет. Вперед, к приключениям! С нами едет Шерпач наш боевой. Скоро мы уже будем ездить на двух вездеходах. Это будет новый уровень как и видео, так и самих выездов. Они будут дальше, они будут жестче, и они будут зрелищней. Гораздо зрелищней. Мишанька у нас заправкой занимается. Сколько? До полного? До полного, да. И туда, и туда. Ах, отловил нас. Ну, ладно. Придется тебе пройтись. Сейчас узнаем, что хотели. Здравствуйте, с вами Горисович. Здравствуйте. Горисович. Горисович. Там нетранспортное средство есть? Это груз, это нетранспортное средство. Это груз, нетранспортное средство. Какое груз? Груз, который едет на прицепе. Снега, болота, ход и шерп. Так, что мы делаем, ребят? Посмотрим, что там хотя. Короче, ребят, габариты хотел проверить. Говорю, четыре года вожу. Проверяете, проверяете габариты, никак не можете напроверять их. Пересекаем реку Аку. При въезде в Рязань нас встречает вот такая вот эстакада железнодорожная и вот такой широкий въезд, по которому мы едем уже минут сорок, наверное. Никак не можем проехать. Поверните налево. Поверните налево. Поверните налево. Как один из регионов расселения древнерусского этноса, Рязанский край сложился в XI веке с приходом восточнославянских переселенцев на среднее течение Аки. Здесь возникла Муромо-Рязанская земля, составная часть Древней Руси, из которой позднее выделилось Рязанское княжество с центром в Старой Рязани. Оно первым встретило в 1237 году монголо-татарское нашествие. Несмотря на численный перевес противника, рязанцы всеми силами пытались отстоять город, но после пяти дней осады крепость была взята штурмом и сожжена. Столица Рязанского княжества, насчитывавшая несколько десятков тысяч человек, была полностью уничтожена, а каменные храмы разрушены. Рязанский воевода Евпатий Коловрат, возвращаясь из Чернигово и увидев на месте Рязани пепелище, собрал небольшую дружину и погнался вслед за войском Батыя. С неистовой силой сражался с монголо-татарами Евпатий Коловрат. В этом неравном бою он погиб вместе с дружиной. Героическая оборона Старой Рязани и подвиг Евпатия Коловрата составляют яркую страницу российской истории. Быстро или медленно, но мы добрались до места назначения пригорода Рязани. А что было дальше? Смотрите. История здесь богатая. И у нас первый день купа. Места здесь, конечно, такие благодатные. Песчаная почва. В большинстве своем бор, если это лес. Едем двумя шерпами. Все хорошо, переживаю, только немало ли взяли еды. Завтра обещали еще привезти. Сейчас я вам попозже покажу, сколько мы взяли еды. Я не знаю, мы едем копать или кушать. Постоянно будем. Бумаги много, туалетные взяли. Много еды и много бумаги, короче. Решили рулонами не пачкаться, а взяли прям полотенцами. Хорошие бумажки, как говорится, и радуются, сами знаете, что, да? Приятного аппетита, кто завтракает, сейчас нас смотрит. Все-таки я про еду говорю, это хорошо. Едем за какой-то там разрушенный, сгоревший мост, за который никто не ездит. А мы поедем. Ну все, ребята, мы готовы, разгрузились, погрузились. Вот так у нас едет одна машина, пять человек, загрузка. А у нас самое ценное, поэтому нас терять точно не будут вся еда в нашем вездеходе. как обычно нам самое трудное и жалостливое. Вести надо будет нежно, не трясти. Все, тронулись. Давайте посмотрим, что тут в песках за копота. Видишь, уже сразу преграды начинаются. Ребята, здесь горели леса, все это, выгоревшие, очень большие участки выгоревшие. А лес здесь очень хороший, видели сами горы какие. Жалко. Упы, люку поднимают. Кочва, песок, сохран должен быть хороший. Ребята, очки в шарфе одевайте, а то мухи в глаза летят. Правда, правда летят. Там совсем будет лакомус. Давай, какая водичка хорошая. Выше, правильно же летать. Ай-яй-яй. Дальний кордон начинается. на Риме идти с одной стороны хорошо, а с другой стороны не очень. Потому что ветки, которые в лужу макнули, они уже все на нас стряхиваются вовнутрь. Щепочка на щепочку лезет. на щепочку охотно все выяснили. До свидания! Ух! Здесь гора, что с горя тюльбой. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Поехали мы на разведку Там завалы дальше по дороге А у нас там ручище Надо что-то с завалами делать Сейчас будем думать Может там проехать, не можно Поедем посмотрим Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Опасные петли у нас. Я думаю проезжабельно Сейчас заводишь Ну что поехали Эти бревна все Герасим Васильевич пролетел на 3 скорости Что Мишаня рассказывай доволен ты? Ты сегодня коп сделал Слушай ну прям пух Две монеты то шлепнул Да еще каких Молодец Приятное хорошее начало Мишке ребята фартануло Потому что он сезон начинает Он еще не копал в этом году Герасим береги помидоры Не догнать тебя Бережем бережем Герасим береги Герасим береги Герасим береги Прекрасная дорога Вот она такая и должна быть. Такой бы дороги километров 10, а там бы лучше, чем 2, да? Да. Далее, ребят, закончились все пути и на картах, и визуально. Ко мне пересел человек-проводник, Мишаня сел, соседний везде ход. Едем. Никто уж не ездил. Куда? 20. Ну не 20, видишь? Ну, по-то стране есть. А деревья, видно? Да. Когда 20 лет не ездили, по такой и едешь, и машина подниматься начинает по деревьям. Ну, а они попалишь, вычимаешь, и она выдерживает весну. Ну, что, ребят, я перебрался в другую визу. Вот с именем Герасима Васильевича, можно сказать, задней по части. Давай-ка, давай. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Оно ломается, видишь? Лежать! Встала, бревно! А сейчас они опять... Нет, они все тоже рут, нормально. Ха-ха-ха! Ребята, а мы присели! Свет яркий очень. Вот так, ребята, присели на бревно. Окно не закрыли, полетела вода, я сбросил газ и засели. Надо заранее блокно закрыть. Давай, пути чуть-чуть натянь! Так, ну что, ребята. Ну и сорвались! С бревенами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дмитрий Ребят, Мишка говорит, что я кочегал. Правда? Мы по горельнику ехали, короче, по этой траве поступало. Вторыми, короче, они пылят черным этим кочегаркой. И нас накочегарили, короче, вообще. Показывал сейчас, как с одной спички разжечь костер. Никто не хочет смотреть, придется мне тогда газом зажигать. С кем мы связались-то, все у них есть. Вот надо отвратительные помидоры съесть. Они нам тогда... Можно открыто, да, уже все знают, какие они отвратительные. У нас же диетический вечер. Рыба, овощи, цукини, кабачки. Так, ну что ж, мы встали на привал. Это значит, что трансформация салона у нас переходит в ночной режим. Так, это нам пригодится завтра утром. Не будем далеко это убирать. Здравствуй, котопес. Так, в принципе, все у нас готово. Перегородка вебаста у нас будет нас греть 19 градусами до утра. Так, а народ у нас сейчас каши варит. Все, улеглись. Уже, сколько там, 2 часа ночи вроде бы. Что-то ребят там вебаста чудит, в ошибку ходит. Потому что у них аккумуляторы имеют низкий заряд. Вроде целый день катались сегодня, а аккумуляторы не заряжаются. У них стоят свинцовые заводские аккумуляторы. Недавно они вроде как высаживали. Может уже обсыпаются, может еще что-то. По этому поводу скажу одно. У нас стоит элифи по 4 аккумулятора от Vista Battery. У нас вообще никаких проблем с этим нет. Сегодня вебаста поработает. Завтра я заведусь. И через час опять в полный аккумулятор будет до отказа забит. Такие вот дела. Так что если вы экспедиционные. Так что если у вас в планах длительные поездки какие-то маршруты. Либо выезды с длительными стоянками. Задумайтесь об энерговооружении машины. Блин, вот это воткно. Все, сплю. Правда сплю. Все равно. Продолжение следует.